В Общественной палате Республики прошёл круглый стол с участием руководителей национальных общественных организаций и духовенства. Собравшись, обсуждали негативные последствия интернет-пространства на общество и молодёжь Республики. Подробнее Шерифат Лепшокова. В последнее время были замечены провоцирующие высказывания, вызывающие в сети недовольство представителей молодёжи разных народов в отношении друг друга. Участники круглого стола говорили о том, что необходимо направить все усилия для противодействия негативным явлениям, разжигающим межнациональные конфликты. Народы Карачаева-Черкесии много лет живут в мире и согласии, опираясь на древние традиции, добрососедство и дружбы. Для того, чтобы молодёжь правильно воспринимала ситуацию, которая сегодня складывается вообще в обществе, мы опираемся на древние наши традиции, обычаи. Наш народ Карачаевский живёт, нужно сказать, в пример многих регионов России абсолютно дружелюбно со всеми народами. Нас никто не оскорбляет, не унижает. Наоборот, какие-то проблемы, возникающие у нас в селе, сразу решаются быстро. Из-за того, что мы народ там малочисленный, который проживает в Карачаевском районе, ну, Карачаевцы относятся к нам так, чтобы нас не обидеть. Но, видите, вы сами некоторые люди, да, которые, может быть, из-за непонимания, из-за какого-то, каком-то эффектном состоянии, высказались, выбросили в интернет вот такие вещи, да, и пошли обратные реакции. Я своих братьев тоже с тем всех призываю, чтобы они на эти провокации не подавались. И та дружба, которая заложилась между нашими народами, чтобы мы её сохранили. Руководитель общественного движения «Русь» Евгений Жедяев также высказался о недопустимости межнациональной розни. О том, что не следует делать выводы по единичным случаям, говорил руководитель Нагайской национальной культурной автономии «Нухаэль» Валерий Казаков. С молодыми людьми нужно встречаться, объяснять им правила добрососедства. В свою очередь, председатель Союза адыгских общественных организаций Александр Охтов сказал о том, что если раньше на провинившихся воздействовали старейшины, то сегодня молодёжь пользуется интернетом, и контролировать их действия гораздо сложнее. Очень негативное влияние оказывает такое высказывание даже иногда старших, выпячивая достоинства своего народа перед другими. И этот момент заразительно действует и на молодёжь, и на других. И в этом плане, конечно, надо бы говорить о друге, не только о себе, о культуре другого народа, соседнего народа, о каких-то благородных вещах в культуре соседнего народа. В завершении встречи участники «Круглого стола» решили направить обращение к старейшинам и лидерам национальных организаций Северного Кавказа, присоединиться к профилактической работе с молодёжью.